Занятие сегодня у нас семинарское. Это предполагает то, что мы будем разбирать ответы на вопросы, которые были вам предложены по прошлой лекции. Ответы, которые пришли в системе дистанционного обучения. И мы будем готовы сегодня разобрать ваши ответы здесь очно. Зовут меня Юрков Кирилл Валерьевич. Я кандидат технических наук. И тема нашего сегодняшнего семинара – диалектика как методология марксизма. Для данного семинара вам было предложено 7 вопросов, из которых вам нужно было выбрать 3 и дать на него ответы. Я предлагаю поступить таким образом. Сначала мы заслушаем тех, кто присутствует очно, кто хочет выступить по данным вопросам. Разберем ваши ответы. А потом я разберу те ответы, которые пришли в систему дистанционного обучения. Надо сказать, что ответов пришло достаточно много. Порядка 150 работ было на 6 часов вечера сегодняшнего. Я проверил где-то 80, может быть, 85 штук из них. Поэтому мы можем поступить следующим образом. Вы сейчас, кто хочет, выступите здесь по предложенным темам. Ну и если какие-то работы я не проверил из присутствующих здесь, я могу их проверить на ходу прямо и дать свои комментарии. Давайте начнем. Товарищи, кто хочет выступить по предложенным вопросам? Дать коротко ответ на те вопросы, которые вы разбирали. Значит, ответ надо давать короткий. Задача наша всего вообще этого обучения заключается не в том, что вы выслушаете лекторов, преподавателей, послушаете, запишите и уйдете. А задача заключается в том, что вы эти знания можете воспроизводить. То есть, квалификация, которая вам присваивается по результатам обучения в Красном университете, это квалификация пропагандиста, который сидит на кресле и молчит, он не действительный пропагандист. Он своему определению не удовлетворяет. Соответственно, пропагандист – это тот, кто несет пропаганду, то есть, глубокие научные понимания окружающих процессов в народ. То есть, пропагандирует те или иные идеи. Мы здесь говорим о идеях марксизма, значит, мы будем пропагандировать марксизм. Вы должны научиться пропагандировать марксизм. Для того, чтобы его пропагандировать, надо брать и выступать. Хотя бы коротко, хотя бы как-то, два-три предложения по каждому вопросу, я думаю, может любой сказать здесь присутствующий, кто слушал лекцию. Давайте. Кто хочет встать и выступить с ответом? Желающих как-то пока не очень много. Я правильно понимаю, что это означает, что никто на вопросы не отвечал? Так давайте, выйдите и расскажите, коротко, как можете. Это отличная практика, и мы разберем какие-то вопросы здесь. Здесь аудитория небольшая, но в интернете нас смотрят много народу, так что вообще выступать перед большими аудиториями – это умение, которому нужно учиться. Вы можете подойти вот сюда, потому что здесь микрофоны. Называйте вашу фамилию, имя, отчество и на какие вопросы вы рассматривали и на какие отвечали. Я рассматриваю вопрос, значит, диалектика как наука. Давайте. Так, диалектика как наука изучает противоречия, как их присутствуют везде. Так, это хорошее утверждение, оно правильное, но начать бы надо с того, почему мы вообще рассматриваем диалектику как науку, и почему мы можем рассматривать диалектику как науку. Смотрите, в принципе, противоречия может рассматривать и не наука. О противоречиях можно какие-то высказывания говорить. Мы можем найти высказывания о противоречиях у Платона, у Спинозы, у Канта. Высказывания какие-то есть, но наукой является именно диалектика. Почему так происходит? И вот это нам доказать, собственно говоря, в этом вопросе. Это показать надо, развернуть, почему диалектика является наукой, как она таковой становится. Давайте начнем с определения того, что такое наука. Я понял, при этом ваш вопрос. Диалектика нам показывает развитие простых категорий сложным через борьбу противоположностей в них. Здесь все-таки не совсем точно. Она действительно рассматривает движение от простых категорий к более сложным категориям. Но в самих категориях борьбы противоположностей нет. Она раскрывает борьбу противоположностей и противоречия, которые появляются как анализ нашей мысли непосредственной. То есть диалектика берет в качестве предмета рассмотрения саму мысль, диалектическая логика. Но, как мы потом узнаем, и это другой вопрос, относящийся к диалектическому материализму, это движение, которое мы рассматриваем в диалектике от простых категорий, как вы абсолютно правильно сказали, к более сложным, оно на самом деле является отражением реального мира материального. Это не просто наше измышление вот так в нашем мозгу, а они являются отражением реального мира. И поэтому в реальном мире мы исследуем и изучаем противоречия таким образом. Хорошо, это правильно. Да, вот это движение мы зафиксировали от простых категорий к более сложными. Но наукой пока это еще не становится. Движение – это правильно, это часть, основная часть того, чтобы полагать какую-то дисциплину наукой. А что еще нужно? Ну, соответственно, это, наверное, система. Да, это система знаний. Так, а что это значит? Ну, система знаний как-то помогает. А что такое система знаний? Вот видите, мы тут как бы изучаем вроде бы простые вещи, ну, как бы все слова понятны. А что это такое, как бы уже, оказывается, сложно объяснить. Вот система знаний, на самом деле, как это ни парадоксально, это знания, возведенные в систему. То есть вы каждому знанию, которое есть в этой науке, вы его систематизируете. То есть находите в вашей системе некое определенное место. И это оно не просто полагается в этом месте, как набросанный такой в мешок. Мы набрасываем знания и встряхиваем так этот мешок. Эти знания связаны именно теми самыми переходами, которые вы сказали до этого. От простого к сложному, вот этим движением. И раз есть знания, которые выстроены в систему, значит, у этих знаний, у этой системы есть что? Вот есть некое того, с чего мы начинаем и то, с чем мы заканчиваем. Что это такое? И вот эти категории достаточно важные, на самом деле. С чего все начинается в любой науке? Какие положения? Ну, вот, товарищ. Методология? Нет. Не понял. Нет. Понятие. Вот, товарищи, правильно говорят. Сначала. Все начинается с начала. Есть некое начало. Что такое начало? Давайте определим эту категорию. Что такое начало? Ну, начало – это неразвернутый результат. Вот. То есть это парная категория, которая подразумевает вот эту. И тут уже видите, как бы есть система. Есть разворот этого начала, разворот в результат. То есть есть начало, как неразвитый результат. Есть результат, как что? Как развёрнутое начало. И есть вот эта система. То есть самодвижение в этой системе категорий, понятий, теорем, доказательств и так далее. И когда вот выстраивается именно такая система, тогда это то, о чём мы говорим, тот предмет, становится наукой. Теперь мы возвращаемся к диалектике. Почему диалектика – это наука? Значит, мы поняли, что вот должна быть развернута вот такая система, представлена. Система знаний, да, где есть начало, как неразвитый результат, и результат, как развернутый начало. Теперь нам просто нужно сказать про диалектику, что она обладает такими свойствами. И, в общем-то, это будет доказаться того, что диалектика предстаёт как наука перед нами. Как это сделать? Мы немножко забегаем вперёд, конечно, чуть-чуть, в следующую лекцию. Но, тем не менее, в диалектике есть начало. Что является началом диалектики? Знаете? Понятие? Нет. Самая простая категория диалектики. Чистое? Нет. Нет. Ни бытие. Ни ничто. Товарищ? Вот, товарищ знает. Чистое бытие. Чистое бытие. И мы будем рассматривать в дальнейшем вот эту простую категорию, чистую бытие, и будем её разворачивать во все остальные категории. Причём переходы будут между этими категориями абсолютно логические. То есть категории будут не возникать, откуда-то там, да, как бы, как выпрыгивать, как чёртики из табакерки, да, а будут результатом самодвижения вот этого, которое мы будем изучать. А последняя какая категория? Во что всё это приходит-то? К чему всё это приходит? А это как раз связано с тем, что мы здесь обсуждаем, к вопросу об истине. Общественное бытие? Нет, не общественное бытие. Ну, тут, может быть, сложно, да, если вы не знаете, сложно угадать. Всё приходит к абсолютной идее, как единстве идеи познания мира и идеи преобразования мира. И абсолютная идея в этом смысле отражает истину. Мы будем об этом сейчас говорить. Ну, и вот, если мы рассматриваем диалектику таким образом, то она, естественно, наука. Вот мы это показали, да, таким образом доказали. Хорошо, ещё какой-нибудь хотите вопрос разобрать? Ну, давайте. Давайте. Там, значит, у меня был вопрос. Правильность, достоверность и... Да, отлично. Ага, ага. Соответственно, ответ у меня тоже к катке. Правильность – это односторонняя истина. Достоверность – это правильность, подтверждённая кем-то. Истина – это, соответственно, понятие предмету. Ну, мне тут возразить просто нечего. Замечательно, спасибо. Да. Спасибо вам. Так, давайте. То есть, по этому вопросу ещё, конечно, можно много чего сказать, но тут то, что вы сказали, это абсолютно правильно. И тут, как бы, здесь возразить нечего мне. Слушаю вас. Давайте, представьтесь. Ибергимов Маратов. Ага. Слушаю вас. Я хочу осветить и попробовать исторический материализм. Да, давайте. Ну, хочу начать с того, что история – это наука о становлении человечества. То есть, то, как человечество стало именно сегодня таким. И это, как бы, так, осуждение об истории, но определением истории это не является. Я объясню, почему. Смотрите. Если нас интересует то, как человечество стало таким, то есть, нас интересует то, что было в прошлом. Ну, и что нам было в прошлом. То есть, историки, получается, занимаются тем, что было в прошлом, и никакой связи с настоящим временем у этого у них нет. Он уже сейчас становится и имеет продолжение в будущем. Так, вот, и вот в определении истории как раз, что такое история и как наука, заложена вот эта мысль. То, как вы сказали, скорее всего, вы там из какого-то учебника это подцепили, а на самом деле это не совсем правильное определение. Вот я вот, как вам сказал, что нужно в науке истории прослежить четкую связь с настоящим. Давайте я вам скажу, что такое история, что она изучает. История – это наука, которая изучает настоящее, как результат предшествующего развития. То есть, история, она не интересуется тем, что было раньше. Она интересуется тем, что было раньше только в том смысле, что это нужно для настоящего. То есть, мы изучаем настоящее, вот то, что есть вокруг нас, как результат того, что было. И тогда история, тогда она становится очень важной наукой. Нам не важно, что там было, там, 500 лет назад. Нам важно было, как вот это движение все историческое замкнулось на том, что мы имеем сейчас в настоящем. И тогда мы изучаем настоящее. И тогда это очень важно и как бы понятно. И вообще, вы где-то там у Маркса, у Энгельса, если будете читать все подряд, вы увидите, что они пишут. Мы знаем лишь одну единственную науку – науку-историю. То есть, в том смысле, что мы изучаем настоящее только и то, что вот вокруг нас, как результат какого-то движения предшествующего. Вот такая даже мысль есть. Так, с историей разобрались. Да, хорошо. Давайте дальше идти. Исторический материализм – это материалистическое понимание георгетического развития человечества в русле общего исторического процесса. Вот здесь непонятно, что это значит. Значит, я услышал диалектическое понимание, и есть некое русло общего исторического процесса. Что это значит? Ну, как минимум, то, что историю нельзя рассматривать отдельно, допустим, от географии. От развития геологических эпох, ну, как минимум, нашей, в которой человечество сложилось. Особенности регионов, по климату, по условиям проживания, по сырьевой базе. Это вы говорите все правильно, но к историческому материализму, как таковому, как он понимается в том смысле, которого определял Маркс и Энгельс, это имеет опосредственное все-таки отношение. Вот исторический материализм… Давайте начнем с того, что исторический материализм – это просто диалектический материализм, примененный к истории. То есть, мы берем диалектический материализм, нам потом будет разобраться, что такое диалектический материализм, чем он отличается от недиалектического материализма или от диалектического идеализма, скажем так. Но мы берем этот диалектический материализм, применяем его к истории, то есть, к развитию человеческого общества. И из этого применения мы делаем некий определенный вывод, основной вывод исторического материализма. Можете его как-то сформулировать? Он, вообще говоря, есть у Энгельса в работе «О происхождении частной собственности, семьи и государства». И там он указывает, что является основным моментом человеческой истории. И вот этот вывод… Да, вот это правильно абсолютно. Основным моментом человеческой истории является производство и воспроизводство жизни, которое вот это, давайте мы его рассмотрим. Само производство и воспроизводство жизни. Рассматривайте его. Что про него нужно сказать? Ну, производство жизни – это биология? Ну, да. То есть, надо… Когда мы говорим о воспроизводстве жизни, оно естественным образом может быть разложено или рассмотрено с двух сторон. Первое – это производство непосредственно человека. Ну, просто физическое производство человека. Да. И здесь, как бы, мы не хотели, хотя тут некоторые товарищи в своей либеральном угаре пытаются изменить этот вопрос, но этот вопрос не менялся на протяжении многих тысячелетий. Да. Всех… Не только тысячелетий, да. Миллионов лет. Значит, вся эволюция, она… Производство человека, оно как бы не изменилось особенно. Да. И поэтому вот этот момент, он как бы… Ну, он такой, как он есть. И на него повлиять мы никак не можем. Но есть второй момент, на который как раз мы влияем и который определяет общество как таковое. Что это за момент? Ну, это развитие производственных сил сначала, а потом… Нет. Значит, нам нужно для того, чтобы производить и воспроизводить человека. Нам нужно человека производить как живой организм. А второе – нам нужно некие материальные условия для этого. Ну, это сейчас существует в банальном базовом представлении в ряде, ну, племен, так скажем. И мы в достаточно благоустроенных условиях. Вот, чтобы эти условия обеспечить, нам нужны производственные отношения. Да. То есть, когда мы говорим о производстве непосредственно материальных благ, мы упираемся обязательно в способ производства. То есть, каким образом общество эти материальные блага производит. И анализ вот этого как бы способа производства и определяет человеческое общество. Если вы хотите, да, если вы хотите что-то сказать про человеческое общество, или вот просто вы хотите… Если есть некая группа людей, да, где-то она живет, где-то вот она существует, вы приехали на какой-то остров, там есть группа людей какая-то. И вы хотите про эту группу людей что-то узнать. Что есть один момент, который вам нужно узнать, и тогда вы практически все про это общество знаете. Как общество. Не как конкретных там индивидуумов, а как общество, вы про него все знаете. Как это общество производит. То есть, какой способ производства в данном обществе принят. Ну и, соответственно, изучая эти способы производства и изучая это движение этих способов производства и развитие этих способов производства, переход одного способа производства в другой способ производства, мы получаем вот это вот применение исторического материализма на практике. Ну да, применение диалетического материализма к истории, да. То есть, историзм здесь заключается в том, что мы изучаем движение способов производства. И вот это движение способов производства, изучение и, так сказать, взаимосвязь, и как одно переходит в другое, один способ переходит в другой, является содержанием исторического материализма. Хорошо, еще что-то хотите добавить? На что-нибудь еще ответить? Ну, или мы дадим другим товарищам? Давайте, спасибо. Давайте, товарищи, кто еще хочет? Давайте. Все просто. Все категории вы слышали огромное количество раз здесь. Точнее, не здесь, а я имею в виду в жизни, да? Но вот их надо выстроить в... Игорь Кеевич, Евгений Олегович. Ага, слушаю вас, Евгений Олегович. Тогда я отвечал на такие вопросы. Давайте. Философия, что такое философия? Ну, науку уже как бы мы разобрали. Ну, то есть, это наука о всеобщих законах природы, общества и мышления. Угу. Так, ну и к чему эти законы применяются? Они применяются к, соответственно, изучению окружающего мира, ну, природы всей. Вот это хорошо, что вы сказали всей, да. Еще раз, какие это законы? Всеобщие. Всеобщие. Значит, они применяются к чему? Ко всему. Ко всему. Именно так. Именно в этом, как бы это удивительно не звучало, законы, которые изучают философия, они применяются ко всему. Они применяются к природе, к движению в природе, в обществе и в мышлении, да. Следующий вопрос. Что такое правильность? Да, давайте. Под правильностью можно понимать одностороннюю характеристику какого-либо противоречия. Ну, то есть, примерно, достоинство, либо недостаток, если рассматривать человек. Да, что-то, ну, вот про противоречия, на самом деле, мы будем говорить. Это сложная достаточно категория. Но почему вот противоречия? Откуда оно возникает? Вот, как бы, тут надо вот разобраться. Почему мы вдруг к противоречию-то предстали? Что это такое? Противоречия – это… Я не хочу, я, ну, как бы, противоречия, давайте так, противоречия – это исключающая рефлексия, если по-научному. Поэтому давайте пока это не будем, это мы будем изучать в учении о сущности, в диалектике. Давайте, как бы, пока здесь просто поймем, а почему мы о противоречиях вообще начали говорить? Почему мы разговариваем о противоречии? То есть, что мы, почему вдруг этот разговор, этот противоречий зашел? Потому что в мире существуют две стороны любого явления. Ну, да, вот вы правильно говорите. Отрицательное и положительное. Ну, или можно, как бы, так, конечно, говорить, отрицательное и положительное, но вообще там, на самом деле, поскольку мы можем сказать так, все в мире противоречиво. Вот это утверждение, оно верное, как бы, да, что бы мы ни взяли, какой бы мы предмет не начали рассматривать, он противоречив. Но если просто мы рассматриваем какой-то неодушевленный предмет, там непонятно, что положительное, что отрицательное. Поэтому, как бы, здесь сложно сказать. Просто любой предмет, который мы могли бы рассматривать, он является противоречивым. А значит... Обратную сторону. Ну, противоположную сторону. Противоположную сторону. Так, если любой предмет противоречив, а что такое истина как таковая? Истина что такое? Что нужно сделать, чтобы познать истину? Должно быть соответствовало. Соответствовало, то есть, соответствие... Чего, чему? Объекту. Чего? Понятие объекта. Правильно. Значит, мы должны взять, выработать такое понятие об объекте, которое ему бы соответствовало. Мы только что сказали, что все объекты, которые мы можем себе только представить, они противоречивы. Соответственно, и понятие противоречиво. Так? То есть, для того, чтобы выразить вот это соответствие, понятие, объекту, нам нужно выразить это противоречие. Никак другим образом мы не получим. И от этого следует, что истина противоречива всегда. И если говорить научным языком, вы часто будете встречать такую, значит, такие категории. Говорят, истина всегда конкретна. Что это значит? Вот говорят, истина конкретна. О чем речь вообще? То есть, объект соответствует... Это как раз значит, что конкретно это значит противоречие раскрывает. То есть, конкретно это то, что раскрывает противоречие. Вот такой вот парадокс. То есть, вот это слово, давайте говорить конкретно, это значит, что я говорю, давайте раскрывать противоречие. А есть противоположная категория этому конкретному. Это абстрактное. Абстрактное это одностороннее. То есть, если я беру что-то абстрактно, не в общем, а это я беру с одной стороны, в отрыве от второй стороны, абстрактно, отрываю от второй стороны. И мы, рассматривая таким образом, абстрактное и конкретное, как раз и получаем ответ на вопрос, что такое правильность. Что такое правильность получается? То есть, это абстрактно, нельзя говорить абстрактно и истинно, потому что это неправильно, истина всегда конкретная, если это истина, то одна конкретная. Это сторона противоречия, то есть, некая абстрактная противоречия, одна из сторон противоречия, причем любую вы возьмете сторону противоречия, и то правильно, и это правильно. Но если вы берете его изолированно, берете эту сторону противоречия изолированно, как вам, наверное, приводил примеры различные Михаил Васильевич на лекции, то есть вы берете описание человека и берете его только хорошее качество, вы берете изолированно от плохих качеств. Тогда вы берете человека абстрактно рассматриваете. И это правильность. Это правильно. Это правильно. А тогда достоверность... Да, ну давайте. Вы хотите спросить у меня или ответить? То есть я вот, когда я понимаю, что достоверность это одностороннее. Смотрите, правильность это тоже одностороннее. Достоверность вы проверяете, тут, ну, как бы категория просто такая, когда вы фактами проверяете то, что вы установили про одну сторону, вы установили фактами, что проверили это фактами, тогда это достоверность. То есть просто если вы высказали, это пока правильность, а если вы фактами установили, это достоверность. Вот тут такое соотношение. Критическое и практическое. Ну, фактически, да, можно сказать, да. Хорошо, спасибо. Ну, естественно, когда вы берете противоречие как противоречие, то есть вскрываете его в том смысле, что вы берете и одну сторону противоречия, и другую сторону противоречия. И не только, не только вот как бы вот так разорвали, и вот про человека. Вот я сказал все, что он хорошее про него, потом все, что он плохое, но я не взял это в целом. Потом их надо взять в единстве. Это как раз тезис, антитезис и синтез. То есть мы должны сказать, высказать одну сторону, когда мы, если мы говорим о чем-то, о противоречии, наша мысль может, ну, как бы и вообще, и в языке мы можем выразить один только одну сторону, вот в данный конкретный момент. Поэтому мы выражаем сначала одну сторону, потом мы выражаем другую сторону, и потом выражаем единство этих двух сторон. То есть берем противоречие в единстве. И таким образом мы получаем истину. Истина получается как единство противоположных сторон. То есть, вот таким образом мы раскрываем противоречие. Вот это называется раскрыть противоречие. То есть его познать и выразить в понятиях. Таким образом я его выражаю в понятиях. Можно? Да, сейчас, секундочку, давайте. Скажите, пожалуйста, ну, не знаю, можно ли, как говорится, но нельзя. Истина, она вообще объективна или же она субъективна? Смотрите, значит, здесь соотношение объективного и субъективного, значит, имя, ну, как бы, если мы говорим просто об истине, она вне зависимости от познающего его имеет место быть. Потому что, еще раз, истина отображает материальный мир. А материальный мир, он, как бы, если, ну, тут, опять же, на какой позиции мы стоим? Если мы стоим на позиции материализма, то мы говорим о том, что материальный мир существует вне нас. Мы являемся частью этого материального мира, но он существует и вне нас. И поэтому, как бы, мы только познаем этот материальный мир таким образом. Ну, и поэтому сказать, что субъективная истина – это вообще что-то странное. Это значит, получается, мы стоим на позиции идеализма, да, или субъективного идеализма, вообще-то говоря, то есть, саллипсизма. Да, и как будто бы мы говорим, что нету ничего, только то, что есть у нас в голове. Ну, потому что субъективная истина – это истина, которая от меня только зависит. То есть, я наделяю предмет истинностью – это уже такой, это саллипсизм, это близко очень к идеям епископа Беркли, который был одним из соположников субъективного идеализма. И он так и говорил, что вот, ну, посмотрите, поскольку я весь мир отображаю своими органами чувств, да, так или иначе, они проходят через мои органы чувств, то, естественно, что мира не существует вне моих органов чувств. И фактически я создаю этот мир своими органами чувств. И вас нет, да? Нет, нет вас. Вас нету. Это вы у меня в голове просто отображаете, я сейчас придумаю, сижу, что вот вы тут мне какие-то вопросы задаете. То есть, у меня такая вот, может быть, философия. И что характерно, с этой философией никак логически бороться нельзя. Ну, вот вы мне будете какие-то давать контраргументы? Я как бы скажу, ну, я же, во-первых, смысле не со своей головой вообще спорить не хочу. Это как минимум уже, как с самого начала. А во-вторых, ну, понятно, мысли я переспорю всегда. И логически доказать мне, что вы существуете, логически именно, вы не сможете. Ленин предлагал в таком случае, как бы, пройти там через стену, например, гражданам. Ну, попытаться такие какие-то фокусы выкинуть. Но граждане всячески увиливали от этого. В целом, если говорить, ну, давайте об этом, пожалуй, стоит нам немножко затронуть эту тему. Значит, в целом, в философии вот на таких два больших лагеря философы разделились, и эту классификацию им дал Энгельс на материалистов и идеалистов. Первые стоят на том, что материя первична, а сознание вторична. То есть, что такое сознание? Это способ, значит, это свойство высокоразвитой материи отражать саму себя. То есть, это просто, на самом деле, один из, одно из способов отражения материи самой себя. То есть, вот, например, зеркало может отражать материю, да, свет отражать. А здесь, ну, вы просто отражаете в своей голове окружающую материю, и это сознание в этом смысле. То есть, у вас, ваш мозг, он материален, и вот он таким образом, это его свойство. Просто отражать при помощи различных органов чувств окружающий мир. Это материалисты. Вторая партия в философии. Венгельс прямо так и говорил. Философы разделились на две партии. Материалисты и идеалисты. Идеалисты, у них там сложнее все. У них как бы все по заковыдествий. Они сами по себе делятся тоже на два лагеря. Первое – это объективные идеалисты, которые говорят, что идея первична. Причем, когда мы говорим про идеи, тут вы можете любое слово подставлять. Идея, дух, матрица, бог. Все, что угодно сюда поставляйте. Вот это первично. То есть, есть некий абсолют, который является первичным на материи. И он каким-то образом создает материю. И вот у Гегеля, например, материя познает себя, познает абсолютную идею и возвращается сама к себе. Как будто бы, ну, эта вот идея, у него идея под идеей, он понимает в смысле объективного идеализма. Что есть вот некий абсолют, который возвращается сам к себе. Ну, то есть, вот здесь можно говорить про богов. То есть, когда вам говорят про дух, абсолютную идею, понимание в том, как абсолюта. Первая причина. Первая причина, да. Вот сейчас матрица. Все вокруг нас матрица некая. Мы ее не можем ощущать, как бы, да. Не в том смысле, не в смысле этого фильма матрица, да. А вот это некое философское, как бы, такое обоснование, что вот все вокруг нас это матрица некая. Есть такая хитрая идеалистическая конструкция, что все, что мы видим вокруг, можно выразить через написание текста, то все вокруг это тексты. Вот такая есть, как бы, конструкция. То есть, ничем это не отличается от бога. Я хочу вот здесь подчеркнуть. Ничем вообще эта идея ничем не отличается от идеи бога. То есть, ну, вот бог мы можем называть там, как бы, текстами. То есть, объективный идеализм – это некий абсолют всевышний, который создал материю. Создает материю каким-то образом. И, значит, одно из течений в идеализме – это субъективный идеализм, о котором мы уже поговорили. Это ничего нет вне моего сознания, поэтому только есть мое сознание, все остальное вообще нет. Но это вот тоже субъективный идеализм. И эти партии философские, они борются с друг другом и будут всегда бороться на полях нефилософских. В том смысле, что логически доказать друг другу, что идея бога, она противоречива, нельзя. Есть какие-то, ну, я слышал какие-то попытки при помощи, например, теоремы Гёделя о неполноте, то есть, чисто математическими методами доказать невозможность существования некой системы, ну, такой всеобщей системы, в которой все возможные события могут быть как бы выведены из нее. Но, в целом, теоретически доказать неправильность, неистинность объективного идеализма невозможно. Я не рекомендую никому этим заниматься. Нам нужно определиться, на какой позиции мы стоим сначала. Либо на позиции материализма, тогда, значит, из этой позиции следуют одни выводы, а из позиции идеализма следуют другие выводы. Например, из позиции идеализма следует вывод, очень хороший для граждан-капиталистов, для сегодняшнего правящего класса, что капитализм, в принципе, вечен. Ну, можно, вот как бы, бог создал капитализм как лучший строй, да, вот, демократия, это, что нам заливают все время, это лучшая форма, и другой, как бы вам, боженька, не дал. Извините, товарищи дорогие, извините. Значит, вечно в капитализме мы будем жить. Это тоже бог создал. А? Социализм-то тоже тогда бог создал. Ну, можете, ну, тогда вы, тогда вы социалист-утопист. Тогда вы социалист-утопист, если так рассуждаете. Извини, идеалисты говорят про... Нет, они, как бы, говорят, что это извращение некое. Вот бог создал, да, социализм, но, как бы, вот он там уже закончился в некотором смысле. А капитализм-то, посмотрите, он, вот, как бы, живет и процветает. Посмотрите, сколько вон машин вокруг ездит, как здорово стало жить. Вот. Значит, из этих философских оснований следуют определенные выводы. Определенные выводы для развития общества. И только в этих выводах эти две системы могут бороться друг с другом. То есть, две системы материализма и идеализма. Они противостоят друг другу именно в этих выводах. Фактически, то есть, как материализм, как наиболее развитый современный материализм, это марксизм-ленинизм, да, вот, именно в понимании, именно мировоззрение. Это марксизм-ленинизм. Рядом, на почве идеализма, к сожалению, и не к сожалению, на самом деле, а к, ну, понятно, по каким причинам, по причинам невозможности, не построена цельная мировоззренческая картина. То есть, мировоззрение граждан, которые стоят на почве идеализма, оно не цельное. И у них выводы такие, мозаичные. И если вы посмотрите граждан, которые поддерживают капиталистический способ производства, являются в некотором смысле его глашатыми, ну, или там, хуже сказать, халуями, да, этого способа производства и активно его продвигают, у них мировоззренческой картины нету, нету, которые они могли бы вполне соперничать с марксизмом-ленинизмом. То есть, марксизм-ленинизм, он целиковый, цельный в этом смысле, как раз вопрос номер семь, мы можем об этом поговорить потом, о составных моментах и частях марксизма. Марксизм цельный, никакой другой на противоположной стороне для других классов, ни мелкобуржуазных, ни класса буржуазии, у них нету никакой цельной теории мировоззрения. И основание в этом в том числе в том, что они стоят на идеалистических позициях в философии. Философские позиции всех идеологов капиталистического способа производства, они идеалистические. Им нужен кто-то, некий абсолют. Иначе, если они стоят на материалистических позициях и применяют диалектику, они неизбежно приходят к выводам, которые сделал Маркс. Неизбежно. То есть, эти выводы логичные, и поэтому им получается тогда, что если они пришли к этим выводам, им надо тогда вставить на сторону рабочего класса и вести борьбу за уничтожение классов, и переход к полному коммунизму. Так, ну давайте, мы немножко отвлеклись, давайте пойдем дальше. Кто еще хочет высказаться по вопросам? У нас еще есть тут диалектический материализм, нам надо будет смотреть, что такое диалектическая истина, кстати. И вот диалектика как источник и составная часть момента марксизма. Кто хочет по этим вопросам выступить? Ну что, товарищи, если никто пока по этим вопросам не готов выступить, я предлагаю поступить следующим образом. Я сейчас рассмотрю некие работы и ответы, которые пришли в СДО. Если кто-то надумает выступить, он выступит. А после этого, если у нас останется после перерыва время, мы организуем ответы на любые уже ваши вопросы. Там, кстати, какие-то вопросы мне прислали в почту, поэтому я отвечу и на них тоже. Так, давайте сначала мы проведем такую... Значит, я сначала зачитаю тех, кому я поставил зачет или зачет с замечаниями. Собственно говоря, мы это делаем, потому что нас смотрит большое количество людей в интернете по всему миру и услышите свое там имя, потому что они получили зачет, фамилию. Им будет приятно и полезно. Так. Зачеты с замечаниями получили. Там где замечания? Я сейчас пройдусь по этим работам, и мы их разберем. Петр Курру. Не знаю, это по-английски написано. То ли Петр... У него такой ник, то ли он действительно где-то там финн, что ли, судя по написанию. Не знаю. Дальше. Александр Михайлович Абрамов. Никита Ирикович Абсалямов. Дмитрий Валерьевич Авласенко. Павел Александрович Барков. Иван Иванович Васильев. Сергей Леонидович Весевой. Алексей Николаевич Горкуша. Александр Дзукаев. Алексей Владимирович Добрынин. Сергей Николаевич Ельсуков. Юрий Федорович Ефимов. Павел Дмитриевич Жуков. Борис Зинков. Марат Манирович Ибрагимов. Владимирцев Иван Андреевич. Ирина Валентиновна Иванченко. Ренат Алмасович Имаддинов. Николай Юрьевич Кабенин. Эдуард Иванович Казаков. Евгений Владимирович Кайдалов. Роман Валерьевич Кирьянов. Егор Кленин. Александр Климов. Сергей Викторович Кожухов. Екатерина Козлова. Александр Кондрусев. Алексей Александрович Копытков. Роман Александрович Крычигин. Дмитрий Сергеевич Ломовский. Наталья Николаевна Левина. Александр Лисов. Ирина Сергеевна Литвинцева. Кристина Вячеславовна Ломакина. Александр Сергеевич Майданюк. Михаил Макушин. Юрий Георгиевич Маневский. Олег Игоревич Мартынов. Михаил Владимирович Михальчук. Алексей Александрович Агафонов. Дмитрий Валерьевич Азанов. Виталий Геннадьевич Александров. Сергей Германович Алексеев. Так, это уже пошли, извините, зачеты. Начиная с товарища Агафонова, это пошли зачеты. Значит, я хочу сказать по поводу замечаний, которые я высказал. Собственно говоря, они все того же типа, того же самого типа, который мы здесь обсуждали. Единственное, что когда там некоторые товарищи списывают явно с какой-то энциклопедией, с учебника, это хорошо видно. И там такая, ну типа метод это способ, способ это метод, ну и тому подобные рассуждения. В общем, товарищи, когда вы отвечаете на опросы, лучше не подсмотреть в какую-то там, даже в Википедию, прости господи, или даже в Большую советскую энциклопедию. В Большой советской энциклопедии по поводу политических вопросов, поскольку она издавалась, уже последние, по крайней мере, ее издания были в переходном периоде от социализма к капитализму. В тексте этой энциклопедии никак не могла отразиться та классовая борьба, которая в этот момент происходила. Поэтому там многие вещи, связанные с марксизмом и с политэкономией, и с философией, они, прямо скажем, спорные. Поэтому лучше пользоваться произведениями классиков, Маркс, Энгельс, Ленин. Вот те работы, которыми я рекомендую пользоваться для ваших ответов. Так, идем дальше. Значит, дальше с отчеты. Виталий Геннадьевич Александров Виталий Сергеевич Гилев Дмитрий Владимирович Ильяных Игорь Валерьевич Картышев, Александр Сергеевич Коротов, Алексей Владимирович Крашенинников, Виктор Владимирович Кунин, Александр Васильевич Лукавенков, Арсений Степанович Лушин, Федор Васильевич Малыгин, Дмитрий Александрович Мамонтов, Андрей Андреевич Марсов, Роман Александрович Мецлер, Артем Григорьевич Минеев, Стелла Мордовина. Ну и все, а дальше я не проверил Работы, значит, где-то порядка 60 работ, как я сказал, осталось непроверенными Товарищи, здесь произойдет следующее Либо я их действительно допроверю, поставлю там зачет, не зачет Но в целом, я думаю, все ошибки, которые вы допустили, я сейчас разберу, разбирая работы других товарищей И вы все свои ошибки сможете сами увидеть, те, которые вы делали Давайте перейдем к разбору работ, которые пришли, и поговорим о них Петр Пуру пишет, отвечает на вопрос номер 2 и пишет Исторический материализм Да, товарищи, очень много работ, в которых вы пишете слова с ошибками Ну что стоит, во-первых, прочитать свой текст два раза То есть не один раз прочитать, написать, прочитать, а написать, прочитать и потом прочитать еще раз И исправить ошибки, ну просто орфографически И первое, а второе, ну если уж вам так сложно, ну введите вы этот ворд Он сейчас все подчеркивает и проверяет, никаких проблем нету Просто когда вы пишете с ошибками, для меня, как человека, серьезно читающего ваш текст И как бы относящийся к вашему тексту серьезно Получается, что вы сами к своему тексту относитесь безалаберно, тяп-ляп Ну и соответственно, почему я по-другому должен относиться к этому тексту Вот, поэтому надо себя проверять И вот товарищ пишет, у него там, ну не знаю, в пяти предложениях 20 ошибок просто Ну 15, хорошо Значит, исторический материализм является наукой о наиболее общих законах развития общества И изучает законы развития общества в целом, о взаимодействии всех его сторон Значит, это не идет речь не об историческом материализме, а наиболее общие законы развития общества изучает философия вообще Если вы применяете диалектический материализм к истории, тогда вы только получаете исторический материализм То есть, в принципе, общество можно изучать на основании какой-то идеалистической философской концепции Это, как бы, никто не запрещает делать Тогда это будет, там, исторический идеализм Вот, цельной картины исторического идеализма я не видел ни одной Вот, а исторического материализма мы знаем Так Он дает ответ на вопрос о том, что определяет характер общественного строя Чем обуславливается развитие общества и от чего зависит переход одного общественного строя к другому Ну, так и чем же? Вы, как бы, заинтриговали нас, но чем? Это вы нам не сказали А определяется, как мы это выяснили здесь, способом производства То есть, для того, чтобы узнать, что за общество перед нами, нам нужно понять, как это общество производит Диалектика – это наука о развитии и всеобщей связи Наука о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления Это неправильно Диалектику можно применять к природе, к обществу и обществу И тогда получится, ну, каким-то образом философская система на основе диалектики Это будет философия просто Вы путаете философию и диалектику Диалектика – это раздел философии, изучающий законы мышления формально То есть, которая изучает просто движение категорий со стороны в мышлении То есть, как движется наша мысль Вот этим занимается в науке логики Гегель занимается только этим Как движется мысль Она движется от одной категории к другой С какими-то логическими переходами И потом, если эту систему применить к чему-то Мы будем сейчас разговаривать к чему То получатся разные результаты То есть, получится диалектический материализм Исторический материализм и так далее А вообще диалектика – это не наука Об наиболее общих законах природы, общественного мышления В диалектике вы про общество и про природу вообще ничего не увидите Если рассматривать диалектику как систему категорий Которые движутся от одной к другой Диалектика – это дожие противоборства мыслей В общем, отбрасывание ложных путей Постепенное приближение к правильному знанию Здесь не совсем верно И совершенно неправильно написано С точки зрения русского языка Идем дальше Александр Михайлович Абрамов Отвечает на вопрос номер 4 И пишет Диалектика как наука Учение о связи и развитии Диалектика требует всегда учитывать конкретные условия Обстоятельства, отношения Ну, в принципе, это правильно Нужно условия учитывать и так далее Но почему диалектика является наукой Именно это надо было Именно это надо было вскрыть в этом вопросе Вы тут не написали Диалектика равна, как и диалектическая философия Наука о всеобщих законах движения и изменения развития в природе, обществе и мышлении Только что мы сказали об этом Это неправильно Философия изучает всеобщие законы Движения в природе, обществе и мышлении А на самом деле у философии метод диалектический И диалектика – это раздел философии То есть, еще раз Диалектика – это раздел философии Который изучает исключительно мысль, мышление Общие законы мышления Дальше эти общие законы Могут в качестве метода Применяться в других разделах философии Которые изучают наиболее общие законы природы и общества Но вот если мы говорим про общество Какие общие законы В частности, это относится к эстетическому материализму Можно сказать про общество Какие, знаете, общие законы для общества Всеобщие законы Которые ко всем обществам применимы Товарищи, дорогие Не убей Нет Не убей Как-то вот не работает Пока Вот, товарищ, да, знает Общественное бытие определяет общественное осознание И вот это такой закон Это на самом деле философский закон Это всеобщий закон Любого общества верный Что значит общественное бытие? Общественное бытие Это опять мы возвращаемся к вопросу Об историческом материализме И его основном моменте Общественное бытие Это общественное производство То есть бытие общества Это на самом деле не то Не как бы Есть Вася, Петя Или русские, китайцы, евреи Там еще кто-то Бытие общества Это его производство То, как общество производит И то, как общество производит, именно общественное бытие определяет общественное сознание. Что такое общественное сознание? Это сумма всех мыслей в обществе, а на самом деле доминирующие в данном обществе мысли и идеи. Вот это общественное сознание. И поэтому, чтобы вам узнать, какие идеи доминируют, вам нужно посмотреть, как общество производит, и вы узнаете, какие идеи доминируют. В этом смысле легко решается вопрос о недавно прошедших выборах, о которых все так громко кричали и пытались нам рассказать, что это последний шанс выбрать Грудинина, Бузюганова, еще кого-то, Петрова, Федорова, Путина, еще кого-то и так далее. Значит, для всех это был последний шанс. И каждый раз это последний шанс. Каждое голосование вы услышите говорящие головы, рассказывающие вам, что вот сегодня это точно последний шанс. Но тот, кто знает философию, немножко, так сказать, ну хотя бы одну лекцию у нас прослушал, он понимает, что для того, чтобы понять, какие идеи доминирующие в обществе, надо посмотреть, как общество производит. Овощи у нас производят в способом, когда, ну давайте капиталистическим способом, давайте я уж не буду раскрывать, что это такое пока, а то мы сразу же перескакиваем на следующей лекции. Капиталистическим способом производится. То есть способ производства капиталистический. Значит, доминирующие мысли, идеи те, которые выгодны классу капиталистов. То есть те, которые определяют это производство. Те отношения, которые в производстве, в капиталистическом есть, они отражаются в идеях масс. Соответственно, кто победит на выборах, если вот мы все проведем честные выборы. У нас будут там, значит, камеры у каждого, по семь камер будет вокруг. По восемь камер. Мы будем вот прямо, ну комар носа не подточат. Кто победит? Капиталисты. Спасибо. Мы знали, как закончатся выборы. Они так и закончились, собственно говоря. Так что, в принципе, значит, товарищам, которые немножко в марктизме разбираются эти выборы, и что результат можно было предсказать заранее достаточно. И эти выборы ничего не определяют. Один раз в пять лет угнетаемым классам позволяется выбрать, кто следующие пять лет будет подавлять и угнетать их в парламенте. Все, выбрали, дорогие товарищи. Спокойно. Всем спасибо. Все, закончилось. Надо продолжать классовую борьбу. Так. Идем дальше. Так. Значит, у нас перерыв, да? Дальше у нас перерыв. Вот как по плану. Давайте мы делаем 10-минутный перерыв. Дальше я заканчиваю разбор работ и отвечаю на вопросы. Продолжаем, товарищи. Разбор работ, присланных в системе институционного обучения. Следующая работа. Абсалямов Никита Ирикович. Город Магнитогорск. Товарищ отвечает на опрос о правильности и достоверности истине. И пишет. Правильность – это понятие, которое верно описывает то или иное явление. Значит, здесь вообще плохо говорить, что правильность – это понятие. Потому что понятие – это достаточно сложная категория, которая появляется только в третьем томе науки логики. Понятие – это бытие, через которое просвечивает сущность. Правильность – это не может быть понятием в этом смысле. Поэтому можно сказать, что правильность – это категория. Но как-то надо говорить аккуратнее здесь. А что значит верно описывает то или иное явление? Ну, вот здесь тут надо говорить все-таки о сторонах противоречия. И это просто одна из сторон противоречия. Если вы описываете одну из сторон противоречия, вот это правильность. Истина – это совокупность положительных и отрицательных моментов явления в их единстве. Ну, все-таки вы как-то пытаетесь… Это правильное высказывание. Но не истинное, а об истине. Все-таки здесь надо сказать, что истина – это соответствие понятия объекту. То есть, если это соответствие есть, то понятно, что тогда мы выразили все положительные, все отрицательные моменты в предмете и взяли их в их в единстве, в понятии. Ну, вот если это соответствие есть, тогда все это, то, что вы здесь написали, оно как бы реализуется автоматически. Так, идем дальше. Дмитрий Валерьевич Овласенко. Истина – соответствие понятию объекту. Правильность – обособленное противоречие. Что такое обособленное противоречие? Непонятно. Достоверность – проверенное и доказанное суждение. Можно так сказать. Диалектическая истина – это результат совокупности всех противоречивых суждений. Ну, и здесь как бы это какая-то эклектика у вас получается. Что вы все противоречивые суждения, которые, можно быть, в мешок напихали, встряхнули, и результат совокупности получил диалектическая истина. Нет, это не так. Диалектическая истина заключается в том, что, во-первых, вы имеете соответствие понятия предмету, то есть то, как вы выразили предмет в понятии, соответствует самому предмету, а дальше вы в соответствии с понятием или с тем, как понятие развивается, с его самодвижением, меняете сам предмет. То есть, соответствует предмету уже понятию. То есть, диалектическая истина двусторонняя такая. Это вот то, о чем я говорил в самом начале. Это то, что у Гегера называется абсолютной истиной. Хотя, и здесь имеется в виду, как просто абсолютная истина – это единство идеи преобразования мира и идеи его познания. Вот когда эти две идеи в единство берутся, тогда мы имеем абсолютную идею. И диалектическая истина в том-то и заключается, что, например, нужно познать, правильно отразить понятие и привести его к понятию. Ну, и в этом смысле истинным, скажем, марксистом является тот, не только кто хорошо рассказывает о том, как плохо за окном. Причем он может рассказывать очень точно и в соответствии с наукой, как устроен капитализм. Но при этом, если он не меняет и не делает усилия по тому, чтобы изменить и привести то, что там, в соответствии с понятием того, что капитализм необходимо развивается в коммунизм, в полный коммунизм. И он не сам это сделает, а для этого нужно какие-то усилия привести. Если человек, который называет себя марксистом, не приводит предмет общества в соответствии с понятием, с более прогрессивным понятием об обществе, тогда он марксистом не является. Так, идем дальше. Павел Александрович Барков. Философия – это наука о мышлении. Это неправильно. Философия – это наука о наиболее общих законах природы, общества и мышления. То есть мышление – это только один из разделов философии. Исторический материализм – это понимание истории через развитие научно-технического прогресса. В связи с этим прогрессом – развитие производственных отношений в обществе. Вот у вас телега впереди лошади поставлена. Это тот самый научно-технический прогресс. Он следует из производства. То есть сначала должно быть производство. Поэтому надо сначала говорить о производстве и производственных отношениях по поводу этого производства. И только из этого производства и следует этот научно-технический прогресс. Потому что нельзя делать научно-технический прогресс в условиях натурального хозяйства. Нельзя. Для этого нужны развитые капиталистические отношения. Для этого нужна концентрация прибавочной стоимости в одних руках. Для того, чтобы эту прибавочную стоимость перераспределять в том числе на развитие того самого научно-технического прогресса. Именно так развитие научно-технического прогресса происходит в условиях капитализма. В условиях социализма оно вообще имеет другую форму. Этот научно-технический прогресс. Поэтому сначала надо говорить о производстве. А только потом о научно-техническом прогрессе. А никак не наоборот. Диалектика является одним из трех основных моментов марксизма. Да, вот товарищ отвечает на седьмой вопрос. Диалектика позволила Марксу увидеть в материализме, в социалистических, экономических идеях, закономерности и связи для дальнейшего развития общества, диалектика является одним из трех основных моментов марксизма. Это не так. Не диалектика, а диалектический материализм. Или даже, более точно сказать, исторический материализм. А не сама диалектика. Философия марксизма – это не просто диалектика. Потому, что если мы возьмем диалектику как таковую, она может быть истолкована идеалистически. Так как Гегель ее истолковал. И получается, что марксизм стоит на идеалистической основе. Это не так. Нужен обязательно диалектический материализм. То есть, нужно диалектику применять к материи. в движении диалектических категорий видеть отражение движения в материальном мире. Только так, а никак иначе. Иван Иванович Васильев. Философия – это найка о всеобщих законах природы, общества и мышления. Ну, найка, хорошо. Диалектическая истинность – это совмещение противоположностей с целью увидеть единство. Нет, это можно сказать, ну, это никакое не совмещение противоположностей, никак они не совмещаются, они в единстве находятся в противоположностях, в противоречии. Так что они никак не совмещаются. Неправильно это. Диалектика, как найка, – это наука о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления. Не так. Мы это уже обсуждали, это про философию говорить. Диалектика – это наука, которая изучает движение категорий мышления. Диалектический материализм – это изучение закономерности, а также сущности бытия, взаимоотношения человека с природой, которые видоизменяются в процессе эволюции. Ну, вы тут все сложили как бы в одну корзину, и сущность бытия – это как бы сложнейшая категория. Дальше процесс эволюции, видоизменения. Ну, в общем, это слишком сложно. Надо о диалектическом материализме проще говорить, чтобы понять, что это такое. Идем дальше. Алексей Николаевич Горкуша. Правильность – это верность конкретно взятого суждения. Достоверность – это обоснованность, доказанность правильности суждения. Суждения противоречивы. Истина – это объективное отражение действительности, ее нужно искать в целом, учитывая все моменты противоречия суждений. Да, но не действительность. Все-таки действительность – это такая достаточно сложная категория. Действительность – это категория учения о сущности. И так вот сходу, что значит отражение действительности, вы сказать вряд ли сможете. Поэтому такие категории лучше не использовать. Отражение предмета, объекта. Диалектика определяет подход к изучению окружающего мира, то есть выступает как научный метод познания. Изучая любое явление, мы обязаны рассматривать ее взаимосвязи с окружающим миром в развитии. Чтобы понять сущность и смысл явления, к нему необходим конкретный исторический подход от меньшего к большему, от простого к сложному. Вот от меньшего к большему я не знаю, что такое за подход. От простого к сложному – это я знаю. От меньшего к большему – это непонятно. Вот от меньшего к большему идут граждане-капиталисты сейчас. От меньшего капитала к большему. Все оно у них увеличивается. Это требование одинаково важно для всех наук. Кстати, это движение от простого к сложному. А что такое сложное, товарищи? Да, вот это вы уяснили. То есть, на самом деле, сложное – это то, что состоит из простого. И поэтому в этом смысле движение простого к сложному, к низшему, к высшему, можно сказать. И это развитие именно. Кстати, по развитию у меня вопрос. Мы этот вопрос разберем отдельно. Александр Дзукаев. Диалектический материализм рассматривает закономерности явлений в их движении и развитии, выявляет источник движения, механизм и характер. Механизм – это внешнее соединение частей по Гегелю. В томе третьем. Учение о понятии. Как вы источник движения связали с механизмом и с характером, мне сложно сказать. А характер – это определенность, взятая лишь как бытие для иного. Мы об этом будем говорить на следующих занятиях. Так что не надо пользоваться категориями, которые вы не знаете, что они означают. Исторический материализм подходит к истории как к движению материи. Высшие ее формы общества из позиции диалектического материализма уже объясняют закономерности социальных явлений. Ну, а в чем как бы соль? Вы эту соль не вскрываете. Мы это обсудили. Речь идет именно о том, что общественное производство определяет все остальные сферы общественной жизни. Диалектика – один из трех источников марксизма. Еще два источника – это труды английских экономистов Рикарда Смита и работы французских социалистов. Так, один из трех источников марксизма. Ну да, можно сказать и так. Только тогда надо говорить о гегельской диалектике. То есть, наука логики – это один из источников марксизма. И здесь, пожалуй, нужно поговорить, собственно говоря, об этом вопросе, о седьмом, о том, что это за источники и что за составные части. На самом деле, здесь неправильно говорить о составных частях, хотя Владимир Ильич пишет работу «Три источника и три составных части марксизма». Но поскольку эта работа, она еще относится к периоду до того, как он стал изучать науку логики, систематически, и штудировать ее. В 29-м томе полного собрания сочинений конспекта мы можем найти. Это 2014 год примерно. Здесь поэтому он говорит о составных частях. Но на самом деле, это, конечно, моменты. Почему это моменты? Моменты – это нечто неразрывное. То, что неотделимо друг от друга. И в этом смысле, конечно, то, что составляет моменты марксизма, а именно капитал, то есть критика политической экономии, изложенная в основном в капитале, и ее источником являются как раз труды английских ученых Рикарда и Смита. Дальше научный социализм, как момент марксизма, и источником научного социализма являются работы и теории французских в основном социалистов-утопистов Оуэн, Фурье, Сен-Симон. И третье – это диалектический материализм, примененный к истории, который, вообще говоря, источником его не совсем, нельзя сказать, что источником его является именно работа Гегеля. Все-таки источником является немецкая философия, различные работы немецких философов. То есть, из этого проистекает диалектика Гегеля, которая уже материалистически истолкованно является моментом марксизма. Кстати говоря, к вопросу о… раз уж тут мы говорим об источниках и о составных частях марксизма, если мы рассмотрим научный социализм и утопический социализм, чем они отличаются? Ну, вот если почитать труды из Сен-Симона, Фурье, Оуэна, они, во-первых, писали много, а во-вторых, сейчас, не дай бог памяти, Оуэн, по-моему, или Фурье, они были капиталистами, они пытались на своих предприятиях организовать то, что они… Оуэн, да. Ну, и, соответственно, по-моему, результаты плачевные, конечно, он разорился там по итогу, понятно почему. Но вот в чем же различие научного социализма и от социализма утопического? Там ведь в утопическом социализме они прямо описывают хорошее общество, они гениально совершенно предсказывают черты действительного социализма и полного коммунизма даже. Но в чем отличие? Что такое научный социализм? Чем он отличается от утопического? Кто-нибудь знает? Системный степень. Совершенно. Ну, в принципе, они описывают там общество, и можно сказать, что они системно описывают, как хорошо будут люди жить, как хорошо трудят. А что переход, а что в этом переходе, что главное в этом переходе? Нет. Они указывают на материальную силу, которую этот переход может осуществить. Что это за материальная сила? Добрая воля. Здрасте, добрая воля. Рабочий класс – это материальная сила, которая заинтересована именно в этом переходе, то есть построении. В полном уничтожении классов, построении общества без классов. И именно этим отличается научный социализм от социализма утопического. Потому что он прямо указывает, что вот та материальная сила, которая в этом заинтересована. Да, да, да. А они просто строят хорошие картинки. Ну, как хорошо будут жить люди? Я это имел в виду, что добрая воля собственника, что сейчас соберемся. Ну, да, но… Ну, хорошо, да. Они там и рассчитывают… Да, кстати, они… Это в этом право, в этом смысле. Они рассчитывали на то, что как бы вот все придут к пониманию того, что так надо, и все как бы… Да, все к этому придут. А на самом деле научный социализм на сознательность капиталистов не уповает. Он указывает на то, какой класс это все сделает, и какой класс в этом наиболее заинтересован. Так, идем дальше. Алексей Владимирович Добрынин. Значит, Алексей Владимирович какими-то кусками отвечает на вопрос. На вопросы все пишет с маленькой буквы, предложение точками не отделяет. Я так понял. Ну, и, соответственно, у него просто такие обрывки мыслей. Первое. Всеобщая наука мышления человеке, природе и обществе. Истина есть всестороннее соответствие объекту. Что значит всестороннее? Со всех сторон надо войти его. Истина есть всестороннее соответствие объекту. Достигнуть истину возможно подчеркивание, только подчеркивание, через подчеркивание, противоречие. Зачем эти подчеркивания, непонятно. То есть, борьбу противоположных тенденций. Так, диалектическая логика применена к материи, где материя первична, а идея вторична. Ну, в общем, какие-то оторванные мысли. И, главное, пункт седьмой. Ответ на седьмой вопрос об трех источниках и трех основных частях марксизма. Товарищ пишет. Момент есть неотделимое от целого. Это, кстати, правильно он пишет. Нельзя вполне понять марксизм, не научившись стройно мыслить. Это Ленин писал, что без диалектики нас порвут. Я вот, честно, не знаю, где Ленин писал, что без диалектики нас порвут. Я знаю, что Ленин в одной из последних своих философских работ под знаменем марксизма писал о том, что без диалектики нам не устоять под натиском реакции и лжи. Вы не находите, что это несколько другое от того, что вы пишете? Что без диалектики нас порвут. Все-таки Ленин так не писал. И если вы хотите апеллировать к Владимиру Ильичу, то надо его мысли ему излагать, а не приписывать ему что-то непонятное. Идем дальше. Сергей Николаевич Ельсуков. Да, вот этот товарищ пишет. Истина никогда не бывает односторонней, она конкретна. То есть, не односторонняя, абсолютно правильно. Истина, в скобочках, в моем понимании. И там дальше что-то. Ну, как это, товарищ дорогой? Вы излагаете какое-то свое понимание или вы хотите истину нам действительно открыть? То есть, можно писать в моем понимании, что тогда можно после этого любую ерунду писать? Мы все-таки как бы некие объективные вещи хотим найти. А мы потому что стоим на позициях материалистических, а не идеалистических. Что значит в вашем понимании? Так, Борис Зинков. Диалектика как наука. Исходя из определения, диалектика – это наука о развитии и всеобщей связи, наука о наиболее общих законах развития природы общественного мышления. Опять. Не так это. Это про философию. Можно сделать вывод, что диалектика как наука – это другое название философии. Нельзя сделать такой вывод, потому что диалектика – это раздел философии. Или я в чем-то не разобрался. Вы в чем-то не разобрались. Но это нормально. Марат Манирович Ибрагимов. Так. Философия. Наука о всеобщих закономерностях природы, общества и мышления. Задача проживания, выживания, развития общества в окружении неведомых сил природы и других обществ заставляли группы людей и отдельных личностей путем познания объектов и явлений осмыслять окружающее и предлагать о причинах происходящего. И изменений. Непонятно, к чему вы это написали. Что за неведомые силы? Значит, тут сложно сказать. Диалектическая истина – это преобразующая деятельность для достижения цели. Ну, можно на самом деле так сказать. Вы как бы идею познания как бы отбросили здесь. Вы сказали, что диалектическая истина – это только преобразование в соответствии с понятием. И это правильно на самом деле. Потому, что нельзя преобразовывать, не поняв. То есть, на самом деле, идея преобразования мира, она стоит выше, чем идея его познания. Потому, что если вы начали преобразовывать, и если вы преобразовываете в соответствии с понятием, то уж понятия вы как-то вывели для себя. Вы как-то познали, и только после этого начинаете преобразовать. Поэтому так можно говорить. Но в целом, лучше говорить пока, что диалектическая истина – это единство того, это соответствие понятия объекту и объекта понятия. Материализм, политическая экономия, утопический социализм – три источника марксизма. Не так, это неправильно. Нематериализм, политическая экономия, утопический социализм. Утопический социализм – да. Да, в качестве политической экономии это нет, потому что политическая экономия, это, собственно говоря, она изложена в труде капитал Карла Маркса, это момент марксизма все-таки, политическая экономия, как критика капиталистического способа производства. А начинается, своим источником она имеет работы Рикардо и Адама Смита. Ну и материализм, на самом деле, нет, немецкая философия, это является источником, одним из источников марксизма. Так, Ирина Валентиновна Иванченко, философия любомудрия. То есть, вы пишете, философия наука, изучающая всеобщие законы природы и общественного умысления, что правильно, и тут же пишете, философия любомудрия. Да. Так, диалектическая истина – это соответствие объекта понятию и соответствие результата задуманного. Ну да, можно так сказать. Вот две стороны истины. Одна – объяснение мира, другая – его преобразование. Да, правильно. Исторический материализм изучает диалектический материализм, применимый к обществу человека. Какого человека? Значит, исторический материализм – это применение, изучение тогда общества с использованием диалектического материализма. То есть, применение диалектического материализма к общественным изменениям, к изучению общественных изменений. А у вас получался применимый к обществу человека. То есть, человек в каком-то обществе находится, и к нему мы применяем. Неправильно. Так, остальное – нормально. Роман Александрович Крычигин. Диалектический материализм – философское учение, базирующееся на материалистическом понимании логики Гегеля и трех ее законов. Да, вот здесь вот тоже надо об этом поговорить. Значит, действительно, материалистическое понимание логики Гегеля. Все правильно. Движение категории логики в гегелеской диалектике является отражением материалистического движения в самой материи, в различных ее формах. И трех его законов. Что за три закона такое? Переход, значит, товарищ раскрывает. Перехода количественных изменений в качественные, единство и борьба противоположностей и отрицание отрицания. Я бы хотел, товарищи, узнать, где вы это все берете? Ну, нету нигде у Гегеля об этих трех законах. То есть, я знаю, где вы это берете. Вы берете это в философии природы, у Энгельса, скорее всего. Но в философии природы незаконченный труд, посмотрите внимательно, незаконченный труд от Энгельса, он неполный. И поэтому оттуда, как бы, вот такие вот сентенции о том, что логика Гегеля сводится к трем законам, это неправильно. Нельзя свести логику Гегеля всего лишь к трем законам. Да, действительно, там есть, ну, кстати, вот переход количественных изменений в качественные. Что за переход, значит, переход количественных изменений в качественные? Это неправильно. Нету никаких, во-первых, у Гегеля, если вы посмотрите, качество – это категория, которая идет перед количеством. То есть, на самом деле, сначала количество, ой, извините, сначала качество, а потом количество. И потом количественные изменения переходят к новому качеству. Не к изменению того качества, которое было, а к новому качеству. Поэтому нельзя, что говорить так, ну, не совсем грамотно говорить, что переход количественных изменений в качественные. Дальше. Единство и борьба противоположностей. Что за закон такой? Что это? Что он означает? Закон – это спокойное объявление. Что значит единство и борьба противоположностей? Отрицание, отрицание. Что это такое? Про исторический матернизм мы правильно сказали. Тут можно так говорить. Михаил Макушин. Истина – это то, как оно есть на самом деле. Кто оно? Кто оно? То есть, отсечение ложных представлений о предмете и максимально полное познание признаков предмета. Тут вы говорите про какой-то предмет. Правильно. То есть, это какая-то материя, какой-то предмет материальный, который мы изучаем. А здесь у вас какое-то оно в самом начале. Нехорошо. И причем оно, почему-то вы жирненьким выделили. Надо внимательно относиться к этому оно. Если понятие – это мысль, которая отображает общие и существенные признаки предметов, то истина – это соответствие понятий предмету. Понятие – это не мысль. Не надо путать. Понятие – это некая категория, которая действительно выражает предмет. Это бытие, через которое просвечивает сущность данного предмета, данного объекта. Но это не мысль. А выражается она в словах. То есть, в языке. Понятие можно, кстати, выразить только в языке. Нельзя понятие нарисовать. На картинках, которые здесь, там никакого понятия нет. Там даже нет понятия Петра Первого. Хотя вот на лошади скачет. Бедный саник. Потому что кто-то посмотрит на эту картинку, поймет одно, кто-то другое, кто-то третье и так далее. А когда мы выражаем в языке, мы выражаем в категориях. Используем категории и в этом смысле выражаем в понятиях. То есть, понять – это значит выразить в понятиях именно. Выразить в языке. По-другому никак. Юрий Георгиевич Маневский. Философия, наука о всеобщих законах мышления общества природы. Включает направления антология, гносиология, логика, этика, эстетика, антропология, аксиология, социальная философия. Я бы так не стал говорить о том, что все разделы философии, они действительно философские разделы, но во многих из них, которые вы указали, нет никакой системы. Поэтому их научными признать достаточно сложно. Истина, соответствие понятия объекту, созерцательное и объекту понятия, полученное в результате успешной преобразующей деятельности. Это правильно. Правильность частичное абстрагирование соответствия. Что значит частичное абстрагирование? Непонятно. Это сторона того противоречия, о котором мы говорили. Диалектическая истина, разрешенное, снятое противоречие, включает два момента, созерцательное и преобразующие. Нет, это неправильно. Если мы говорим вообще об истине и то, что она противоречива, мы когда познаем истину, мы не снимаем это противоречие. То есть, если я это противоречие вскрыл, я его не снял таким образом. Ну хорошо, я вот вскрыл противоречие между общественной формой производства при капитализме и частной формой присвоения. Все, дорогие товарищи, я снял такое противоречие. Посмотрите, капитализм пропал. Получается так, товарищ осуждает. А на самом деле нет. То есть, когда мы выражаем истину, мы это противоречие не снимаем. Мы его раскрываем. Выражаем в понятии. А если говорить о разрешении противоречия, это немножко другое. Противоречие разрешается в основании. И мы об этом будем говорить в учении о сущности дальше, когда будем изучать науку логики. Марксизм. Учение, включающее философское, политэкономическое и политическое направление, которое базируется на историческом материализме, как науке и как методе познания. Ну, такое, как бы, мнение о марксизме из какого-то словаря, я бы сказал. Кстати говоря, о... Ну, ладно, мы сейчас это не будем, а то мы об этом будем долго говорить. Пропустим этот момент. Значит, в седьмом вопросе, когда вы говорите про марксизм, и вам надо говорить об трех источниках и о трех составных частях марксизма. Или моментах, правильнее. Михаил Владимирович Михальчук. «Диалектика, как наука о противоречиях, точка, метод, все рассматривается как движение от простого к сложному, через разрешение противоречий. Движения от простого к сложному помогают достигнуть истины». Значит, почему метод, вы написали, метод-все рассматривается как движение от простого к сложному, через разрешение противоречий. Метод – это не вот то, что вы сказали. Метод – это немножко другое. Кстати, про метод мы сейчас будем говорить, потому что про метод есть вопрос. Рассматривается от движения от простого к сложному через разрешение противоречий. Можно так сказать, да. На самом деле движение такое верное. Основанием любого движения, любого развития является противоречием. То есть, самодвижение предмета и его развитие основано на тех противоречиях, которые в нем заложены. То есть, на самом деле капитализм приходит к своему концу и придет неизбежно к своему концу, потому что в нем заложены эти противоречия, о которых я в том числе сказал. И он как бы движется к своему концу именно на основании того, что эти противоречия есть. Так, ну хорошо. А остальное вроде бы все нормально у вас в ответе. Так, это все, что я хотел прокомментировать. Давайте мы перейдем к вопросу. И сначала я отвечу на два вопроса, которые пришли по почте. По почте. Сейчас я их открою. Так. Вопрос задает Михаил Макушин. Добрый день. Так как я учусь заочно, не могу задать вопрос во время лекции, позвольте задать вопрос письменно. В работе «Три источника и три основных части марксизма» Ленин указывает, что основным приобретением марксистской философии стала диалектика. То есть учение о развитии в его наиболее полном, глубоком и свободном односторонности виде. Учение об относительности человеческого знания, отдающего нам отражение вечно развивающейся материи. Вопросы. Вечно развивающейся или вечно меняющейся материи? Если гвоздь ржавеет, то он материя развивается или деградирует? Если нежный и добрый ребенок вырос и стал преступником? Если СССР был более развитым обществом, то во что превратился? Каковы критерии развития или деградации? Какой механизм заставляет развиваться или деградировать? В чем первоисточник этого механизма? Отличный вопрос. Он в том числе связан с теоретической пропагандой такого факта. Нам товарищи рассказывают, граждане, с позволения сказать. Они рассказывают так. Посмотрите, в Советском Союзе был построен социализм? Был построен социализм. Мы им отвечаем. Некоторым. Потому, что некоторые считают, что там почему-то он не был построен. На самом деле он там был построен, социализм в Советском Союзе. И вот утверждение следующее, что Советский Союз как будто бы развалился. На самом деле он не развалился. Его разрушили. Его активно разрушали и разрушили. Но вопрос такой. Где же тут развитие? И тут у нас тоже товарищ бывший в партии нашей тоже задавал такой вопрос. А в чем же развитие-то? Где же вы видите тут развитие? А развитие, оно как раз и идет. Почему? Надо понимать, что такое развитие. Значит, что это такое? Развитие – это движение простого к сложному, низшего к высшему. То есть, если мы видим движение простого к сложному, простое развивается к сложному, то есть к сложному из простых, или низшее развивается к высшему, то это развитие. Но поскольку любая категория и развитие как достаточно сложная категория, диалектическая, она противоречива, то в развитии есть два противоположных момента. Два противоположных движения в одном движении. Вот в этом движении, в развитии два противоположного движения. Первое – это прогресс, это такой момент, такое движение, которое совпадает с направлением развития, самого развития как целого. И регресс – это второй момент развития, который противоположен прогрессу, то есть противоположному развитию. То есть, видите, диаректическое понимание развития – это то, что в этом развитии два противоположных движения. И движение прогресса, и движение регресса. Поэтому, естественно, отвечая на вопрос товарища, когда гвоздь ржавеет, он развивается или деградирует? Это деградация материи, но это развитие в тот же самый момент. Потому что все развивается, все движется от простого к сложному, от низшего к высшему. Поэтому человек умирает, это вроде как деградация, но в то же время это и развитие. Момент прихождения, момент регресса. Советский Союз был уничтожен, это момент регресса в развитии. Но, во-первых, есть рядом другие социалистические страны, есть Китайская Народная Республика. И мы, я думаю, что здесь из присутствующих никто не сомневается, чем дело закончится на нашей планете, если классовая борьба будет вестись и будет идти. Поэтому, и вообще про революцию в том числе Владимир Ленин пишет, что мировая революция, как ее надо понимать, это не то, что во всем мире одновременно все страны перешли к социализму, а это эпоха целая революций и контрреволюций. Вы прямо увидите это у Ленина. Революции, контрреволюции в различных странах. То есть будут революции, будут откаты назад, будут дальше опять движения вперед и так далее. То есть история и движение историческое – это не такая вот прямая восходящая. Это вот так вот двигается. Она двигается зигзагами, и в ней есть регрессионные тенденции, которые откаты. То же самое, как вы знаете, было и с капитализмом, и с буржуазной революцией. Если вспомнить Луи Бонапарта, о котором Маркс хорошо описал в работе «18 Брюмера», то там как раз описывается, как происходит контрреволюция, регресс на определенное время, но потом опять революционные тенденции возобладают и побеждают. Так что, если вы понимаете развитие диалектически вот таким вот образом, тогда проблемы в том, что на какие-то моменты где-то есть откаты, у вас никак не возникает. А дальше вы задавали вопрос, вечно развивающиеся или вечно меняющиеся. Значит, тут вы две категории пытаетесь объединить, и обе категории к материи, естественно, применимы. Значит, развитие – это более сложная категория, чем категория изменения. Категорию изменения мы будем уже на следующем занятии изучать. То есть, любое нечто изменяющееся, это очень легко будет доказать, изучая категории первого тома учений о бытии. Мы увидим, что ничего нет неизменяющегося вообще в природе. То есть, все, что бы мы ни взяли, оно изменяется. Что такое изменение? Изменение – это равенство с собой одновременно и неравенство с собой. Я вот здесь сижу, говорю, а при этом я одновременно равен себе и неравен себе. То есть, я изменяюсь. Я надеюсь, что вы также изменяетесь. Когда вы выйдете из этой аудитории, какое-то изменение с вами произойдет. То есть, вы что-то больше узнаете. Но в том же момент вы останетесь теми же самыми. То есть, это равенство с собой и неравенство с собой одновременно. Это категория изменения. Поэтому, если отвечать на ваш вопрос, который здесь был задан, значит, можно говорить и про изменения, и про развитие. Но развитие – это более сложная категория. Вот и все. Так, следующий вопрос, который был задан. Сейчас я его найду. Добрый день. На лекции Михаила Васильевича в вопросе о медицине, как науке, рассматривалось такое понятие, как метод. Определение, которое дал Михаил Васильевич, весьма трудное для новичков. Ну, давайте об этом поговорим. И дальше тут вы пытаетесь раскрыть эту категорию метода. Ну, давайте я попытаюсь здесь что-то сказать по этому поводу. Значит, метод определяется следующим образом. Как осознание формы внутреннего самодвижения содержания изучаемого предмета. То есть, и так есть у нас изучаемый предмет. У этого предмета есть некое его внутреннее самодвижение. Ну, вот скажем, если мы в качестве предмета берем диалектику, то там самодвижение связано с движением категорий. И логическим выведением одних категорий из других категорий. Вот это такое внутреннее самодвижение. Что движется? Ну, не предмет движется, а движется содержание. В этом самодвижении раскрывается содержание предмета. И когда вы определите, в какой форме этого самодвижения происходит в изучаемом предмете, вы познаете метод. Это и будет метод. То есть, если сказать, каким методом я пользуюсь, это значит, в какой форме я раскрываю самодвижение в изучаемом предмете, в содержании изучаемого предмета. Вот и все. То есть, много слов вроде как сложное, а на самом деле ничего тут особо сложного нет. То есть, в предмете есть содержание, которое имеет самодвижение, и в той форме, в которой это самодвижение происходит, и называется методом. Вот и все. Вопрос еще какой-то был. Да, Андрей, вопрос от Юрия Ефимова. Какую диалектику называют спекулятивной диалектикой понятий? Так, хороший вопрос. Да, где-то я это слышал про спекулятивную диалектику понятий, но я затрудняюсь ответить. Честно сказать, не могу сейчас ответить. Не готов. Может быть, надо у Михаила Васильевича спросить на следующей лекции. Вопрос следующий от Гурды. Если диалектика – методология марксизма, тема семинаров, значит ли это, что марксизм не верит с точки зрения формальной логики? Или верен он по-всякому, но развивается с помощью диалектики? Да, хороший вопрос. Спасибо. Это вопрос действительно хороший. Значит, давайте определимся, как формальная логика соотносится с логикой диалектической. Все переходы категорий в диалектике, они подчинены формальной логике. То есть, в этом смысле диалектическая логика включает в себя логику формальную. Но почему она стоит выше логики формальной? Формальная логика, когда она встречается с противоречием, она останавливается. Там рассуждение останавливается. Вы неоднократно, я думаю, видели и в школе доказательства, скажем, от противного. Когда предполагается что-то, приходят к противоречию с тем, что предположили, и остановились. Все, дальше не идем. Или закон исключенного третьего. Либо А, либо не А. И ничего другого быть не может. Вот что формальная логика постулирует. А в диалектике и А, и не А одновременно. И то, и то. И надо рассмотреть сначала А, потом не А, потом рассмотреть единство. Вот, поэтому, в этом смысле, диалектика включает в себя формальную логику. Естественно, марксизм включает в себя, поскольку его момент является диалектикой, то и формальную логику он в себя тоже включает. Все нормально. А в формальной логике мы не отказываемся, товарищи. Вопрос от товарища Повар. Гекель, рассматривая изменяющееся нечто, дает определение двум его моментам. В себе бытие и бытие для иного. Откуда берется и на бытие? Что это такое? Значит, мы этот вопрос будем рассматривать на следующей лекции, когда мы будем рассматривать вопрос об учении бытии. Но, в целом, следующее получается, у нас нечто представляется как изменяющееся нечто. То есть, равное самому себе и неравное самому себе. Соответственно, есть нечто и иное. И в нечто есть момент, который сохраняет себя. Момент равенства с собой – это момент для себя бытия. Момент неравенства с собой называется момент бытия для иного. То есть, для другого. В моменте равенства с собой есть еще момент, так называемое, в нем бытие. Это момент, который противостоит переходу этого нечто в иное. Достаточно сложно понимать, потому что мы не проследили всю цепочку с самого начала. Но и на бытие – это в этом смысле нечто представляется как… В становлении представляется как два нечто. Как два нечто, находящихся в единстве. Но для одного нечто другое является и на бытием в этом смысле. Вопрос от Даниила. Правомерно ли считать капитализм и коммунизм антагонистами, исходя из основы идеализма-материализма, направления частное и общее? Считать их моментами закона развития общества? Никакими моментами закона развития общества их нельзя считать. А антагонистическими способами производства их, конечно, можно считать. Потому что принципиально противоположный способ производства – коммунистический, способ капиталистическому. Капиталистический способ производства – это товарное производство на том его этапе развития, когда рабочая сила становится товаром. А социалистическое производство – это не товарное производство. Все, что происходит при социализме, происходит не для того, чтобы получить прибыль. Производятся не товары, не для обмена, а для совершенно другого. Для чего мы об этом будем говорить дальше? Это связано с целью социалистического производства. То есть, цели производства противоположны, если цель производства капитализма – это производство специальной формы стоимости, прибавочной стоимости, то цель социалистического способа производства – это обеспечение полного благосостояния, свободного всестороннего развития всех членов общества. Эти цели прямо противоположны друг другу. Ну и, соответственно, в самом производстве, социалистическое и капиталистическое производство, конечно, они противоположны друг другу. Хотя, социализм берет, и основой социализма является то, что производит капиталистический способ производства. То есть, основой социализма является крупное машинное производство. Ни на какой другой основе социализм не построить. То есть, все достижения, которые капитализм сделал, естественно, социализм забирает в себя. Он не разрушает в этом смысле, как лудиты, фабрики и заводы. Бахросска Алексея Агафонова. Михаил Васильевич Попов выдвинул спорное, на мой взгляд, утверждение о том, что человечество бесконечно и вечно. Но когда-то человечество не существовало и может исчезнуть в результате, например, войны. Раскруйте, пожалуйста, это утверждение более подробно. По возможности дайте обоснование такой позиции. Во-первых, если Михаил Васильевич выдал этот тезис, вот Михаил Васильевич, задавайте этот вопрос, это раз. А во-вторых, оно бесконечно и вечно в том смысле, что, ну, хорошо, если человечество на Земле будет уничтожено, что, в принципе, может случиться, то материя разовьется до своей высшей формы, это очень так же человек, и будет где-то в другом месте. И будет так же, ну, в этом смысле это будет тоже человечество. Человек – это высшая форма материи. И материя развивается до своей высшей формы. И вообще говоря, если мы предположим, что вот эта форма материи существует где-то там в другом месте, да, или будет существовать, или существовала когда-то, то формально, в общем-то, можно показать, что она будет проходить те же самые стадии развития, которые проходят человечество на Земле. То есть, ничего другого не может быть. Вопрос от Эрикинаев. Добрый вечер, Кирилл Иванович. Добрый. Вопрос. Чем определяется цена нестойности? Очень важно знать. Да, товарищи. Значит, будет у вас лекция, товарищ Галко, Виктор Иванович будет ее читать по капиталу. И там эти вопросы будут разбираться подробно. Но цена – это денежное выражение стоимости. Вот чем отличается. А стоимость – это труд, общественно необходимый труд для производства данного товара. А цена – это денежное выражение. То есть, выражение этого труда в деньгах. А поскольку уже вы произвели некое отображение этого труда, выразили его в деньгах, то цена, как она устанавливается? Она устанавливается в результате обмена одних товаров на другие товары. Ну и поскольку она, как бы, это такая усредненная величина, она в моменте, может быть, вообще не соответствует стоимости. Но колеблется она вокруг стоимости. Так что стоимость и цену не надо путать. Это разные категории. Вопрос из сумасшедшего водителя танка. Как понимать термин Суркова – глубинный народ? Правильно ли я понимаю, что это абсурдное понятие? Обратитесь к товарищу Суркову за этим разъяснением. И как раз ваш ник будет этому способствовать, я думаю, что вы к нему обратитесь. Пояснение к тому, что вы там писали. Джура-джура. Ответ Кирилл Валерьевич. П. Пуру. Эстонец. И русский не мой родной язык. Извиняйтесь, что пишу с ошибками. Это по поводу того, который задавал вопрос. Я понял, что он либо фид, либо эстонец. Тем не менее, товарищи, если русский ваш не родной, то вы можете открыть в браузере проверку орфографии слов. Скопировать туда ваш текст, исправить там ошибочки и скопировать обратно. И все будет в порядке. Никаких проблем это не должно вызывать. Но я понял, что русский язык для вас не родной. Так что, тем не менее, я вам поставил зачет вроде бы как даже. Да. Вопрос еще. Бытие определяет сознание. Это неправильное утверждение. Не определяет бытие сознание. Общественное. Общественное бытие определяет общественное сознание. Является ли пропаганда изменения общественного бытия? Для того, чтобы изменить общественное бытие, необходимо, чтобы та материальная сила, которая наиболее заинтересована в изменении этого общественного бытия, она осознала свои интересы в том числе. Поэтому без пропаганды изменить общественное бытие невозможно. Так бы я ответил на ваш вопрос. Невозможно изменить общественное бытие без пропаганды. То есть, сам рабочий класс, он не придет к осознанию того, что нужно менять. Стихийное рабочее движение, оно исторически, это доказано, доходит только до тредюнионизма. И все. И дальше не идет ни о каком. А вот именно то, что нужно менять общественно-экономическую формацию и устанавливать диктатуру пролетариата, это глубокая теоретическая идея, которую впервые доказал и вывел Маркс. Это является результат глубоких теоретических размышлений и теоретического движения. Это не просто так. Нельзя сказать, что диктатура пролетариата и точка. Все. Нет. Для этого нужно пройти весь путь от товара, который рассмотрен в капитале, до самых развитых форм капиталистического производства, которые рассматриваются в третьем томе капитала. И вообще, если говорить о том, в продолжении этой мысли, если говорить о том, что сделал Маркс хорошего вообще в теории, в этом смысле он же ввел пропаганду теоретическую, что хорошего он сделал. Тут всегда мы встречаемся с таким, ну, по крайней мере, я регулярно встречаюсь с такими деятелями, которые пытаются рассказать нам, что сделал хорошего Маркс. Это очень любит заниматься этим буржуазный экономист Хазин. Обожает просто рассказывать, чего же Маркс сделал в теории. Ну, вот буржуазные экономисты нам расскажут, чего сделал Маркс. Специально для этого Маркс, видимо, был не глупым человеком. Он специально написал в письме Иосифу Вейдемейру о том, что, по его мнению, является то, чего он сделал в науке. И он говорит всего лишь про три вещи. Вот Маркс написал там капитал, написал очень много статей, а он говорит, что он открыл всего лишь три вещи. Первое, что существование классов связано с определенными этапами развития человеческого общества. Первое утверждение, которое Маркс приписывает себе нового в теории. Второе, что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. И третье, что эта сама диктатура пролетариата является только шагом и переходом к уничтожению всех классов и к бесклассовому обществу. Вот это Маркс доказывает всеми своими работами. Поэтому дойти до этого рабочему классу как таковому самому каким-то образом невозможно. Поэтому вести пропаганду этих идей, и не только как идей, а именно разворачивать их, как они получаются, как доказываются эти положения, это является частью классовой борьбы и обязательным моментом в изменении общества. Бабенко Геннадий, после семинара надо будет отвечать еще на три вопроса из семи, кроме отвеченных? Или пока не надо? Извините, если чего-то не понимаю о высшем образовании. Можете отвечать, но не надо мне посылать. Главное, ответить вы можете. Значит, дальше, дорогие. Вот у нас есть семинар, на котором вам нужно ответить на три вопроса из семи. Я пытаюсь поставить зачет, если я нашел хоть одну дельную мысль у вас. Если у вас эту одну дельную мысль я, так сказать, разобрал, вы получаете зачет. Зачем мы все это делаем? Мы это делаем за тем, чтобы вы пытались воспроизвести мысль на бумаге, на компьютере, как-то пытались воспроизводить эту мысль. Вы пишете это не для меня. Я, как вы могли заметить, в принципе, неплохо с этими категориями владею. И мне ваши мысли очень интересны, но я, как бы, и без них хорошо живу. Поэтому вы это делаете для себя, в первую очередь. Я, так сказать, помогаю вам понять, правильно ли эти мысли, соответствуют ли они, как бы, общему пониманию теоретическому или нет. Так что вы вообще можете не отвечать ни на какие вопросы, это формально. А так, в целом, три вопроса надо ответить каждому семинару. Кратко, лаконично, точно. И все. Если вы на них ответили и получили зачет, больше ни на что отвечать не надо. Еще вопросы? Да. Про развитие можно? Да, давайте, про развитие. Что про развитие? Обязательно ли этой категории развития придавать положительную оценку? Если категория, ну, как это у нас, диалектики, диалектика, это раздел философии и промышления. И можно ли развитие, как бы, ну, беспестрастную, такую категорию диалектическую, прямо проецировать на общественные отношения. То есть, ну, то, что я вот, когда отказался от оценки развития, как положительное или отрицательное, мне стало проще ее понимать. То есть, развитие чего-то к чему-то, вот через эти два... Ну, подождите секундочку. Все-таки, когда вы говорите о развитии, это движение простого к сложному. Вот было простое, стало сложно. Я про это и хочу сказать, что совсем не обязательно, что в мире, ну, в объективном мире должно произойти развитие от простого к сложному. В том числе, вот в жизни биологии очень много примеров, когда регрессивные явления приводят к наиболее такому, к образованию наиболее устойчивых видов, которые прекрасно существуют миллионы лет. Ну, хорошо, пускай, пускай так, да, и? Ну, вот я поэтому говорю, что можно ли прямую такую проекцию? Смотрите, значит, здесь вы пытаетесь... Я тоже слышал, как в начале, извините, я тоже хотел вопрос задать. Все-таки диалетика – это раздел философии. Да, надо делать. Это касается понятийного мышления. То есть, не образного, а понятийного. Ну, да, понятийное – это значит, что в понятиях выражается, да, в категориях. То есть, она изучает категории, да. Потому что у нас еще есть образы. Ну, как бы, да, как выразить словами, он достаточно сложно. Да. Вот в связи с этим... Вообще, есть три формы познания мира. Первое – познание в образах. То есть, вот вы смотрите на картину, на картинку, на картины, да, и вот как-то вы что-то познаете о мире. Ну, условно говоря, вот ребенку вы показываете, идете там, ребенка в Эрмитаж, и вы как бы ему хотите, чтобы он что-то узнал о мире, да, то есть, как что-то он получил. Это познание мира. Второе – познание божественное. То есть, как бы мир представляется как... Ну, да, творение божественное творение. То есть, и все мы, как бы, преподобные в этом смысле. То есть, мы подобные там... Или, ну, на самом деле, Бог подобен человеку в том смысле, что человек создал Бога... Подождите, я это говорю. Создал Бога по своему образу подобию, а не наоборот. Вот, но вот, значит, это форма познания мира. Значит, вы идете там в церковь, там вам рассказывают, что там эти апостолы, там это... Ну, в общем, там целое учение, я не буду рассказывать об этом, да. И третье – это познание в понятиях. В понятиях, то есть, выражение в понятиях. Познать, выразить в понятиях. Вот три формы. Всего лишь три формы существуют, больше никаких других не существует. Возвращаясь к вашему вопросу, давайте я скажу про развитие. Значит, действительно, если мы, вообще говоря, мы не говорим о том, что такое хорошо и что такое плохо. Я говорю лишь о том, на какой позиции я стою, на прогрессивной или на регрессивной. А что тогда высшая и низшая? В случае, если мы говорим о развитии общественном, высшая и низшая, мы знаем, что такое. Потому что есть движение общественных формаций, и мы знаем, что предыдущая формация, она ниже, чем последующая. По разным причинам. По производительности, эксплуатации, то, что общество может произвести на капиталистической... Ну, давайте тут, а то меня заподозрят в том, что мне нравится коммунизм, и я за коммунизм тут в основном выступаю. Давайте рассматривать капитализм по сравнению с феодализмом. Капитализм по сравнению с феодализмом – значительно более прогрессивная формация, значительно. Больше может произвести общество, большего достичь, очевидно, что более сложные формы производства может принять. Это очевидное движение от простого к сложному. Дальше большее количество людей может банально прокормить. Ну, и как бы нету класса, нету людей, которые не совсем людьми считаются, хотя, конечно, крепостные, ну, как бы они полулюди такие, да, их нельзя убить, но можно там продать и так далее. То есть, здесь в этом смысле равенство, хотя бы законодательное равенство, которое при капитализме дается, да, при послебуржуазной революции, всех равенствах перед законом, это значительное движение вперед по сравнению с феодальным правом, условно говоря. То есть, здесь очевидное движение от простого к сложному, от низшего к высшему. Ну, и то же самое я могу рассказать про коммунизм и про социализм. То есть, ничего тут, вот это движение мы видим. Если вы не хотите давать оценочные суждения, то, что говорить, что там одно лучше другого, можете не говорить, но вы должны сказать, что одно прогрессивнее другого, по крайней мере. Вот и все. Смотря какие категории считаются более прогрессивными? Сложное, простое и сложное. Капитализм больше производится хороших вещей, но при этом больше производится ненужных вещей. При феодализме они практически... Где хорошее впечатление капитализма? По сравнению с чем? Вещей, вещей. А, вещей производится? Ну, больше производится, но при этом производится больше ненужных вещей. Ну, хорошо, и что? А при феодализме они не производились. То есть, феодализм светит учреждение более прогрессивным. Ну, нет, не понимаю. То есть вы призываете нас вернуться к феодализму, как более прогрессивных флористов? С каких? Какие оценочки? Можно я попробую? То есть хорошо, это тогда, когда лучше становится большим количеством людей. Вот, положительно. Значит, смотрите, еще раз. Все оценки, вот такие, все оценки, что такое хорошо, что такое плохо, что такое справедливость, это понятия классовые, вообще говоря. Понятие справедливости, это опять классовое понятие. Это опять классовое понятие. То есть, скажем, при капитализме рабочие страдают, они не могут воспроизвести свою рабочую силу, они не получают даже по стоимости сейчас цену своей рабочей силы. Да, да, я согласен. Но если я становлюсь на позицию класса буржуа, если, то все хорошо, у меня все хорошо. Ну, мало ли кто-то умирает, подумаешь, господи, ну, какая, эко-невидарь. Да, да. А это значит, что капитализм рассматривает человека какого-нибудь производства? Одностороннее? Нет, при капитализме не рассматривает человека как орудие производства. При капитализме все честно. Вы честно, как свободный человек, приходите и свободно нанимаетесь на работу капиталисту. Все честно. Как бы два свободных субъекта. Один приходит, только как-то так получилось, ну, случайно. Ну, как бы, может быть, не случайно, боженька там помог. Еще кто-то, что у одного есть средства производства, а у другого средства производства нет. но но так то все свободно вы хотите них они не хотите работать у капиталиста не хотите подумайте сначала походите поголодайте немножко потом приходите поговорим вот и все так что с этой точки зрения ну как бы капитализм не постулирует что это как бы какое-то там орудие производства и так далее нет нет все все свободно все свободны до рабочей силы товар ну что вы продаете свою рабочую силу а вам то вам капиталист от своих яхт и этих отрывает от своего сердца от яхта от этих от замков и от отдыха в этих в элитных заведениях да так что последний отрывает чтобы вашу рабочую силу оплатить да видите кто есть это чисто классовая позиция то есть вопрос об хорошо плохо справедливо нет это классовый вопрос так что здесь надо аккуратно я думаю что на сегодня мы должны закончить а то мы тут уже перебрали со временем всем спасибо до следующего раза до следующего раза Субтитры подогнал «Симон»